Алиса, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, немного о себе и о своем творческом дебюте. Я из Дагестана. В 17 лет приехала в Москву поступать в Литературный институт имени Горького, причем поступала на литературную критику, а не прозу. И, будучи еще студенткой, после окончания вуза занималась литературной критикой, печаталась, публиковалась как рецензент и такой, можно сказать, аналитик современной прозы, в основном прозы, которую пишут мои ровесники, молодые писатели 70-80-х годов рождения. Мне эта среза, эта новая проза нулевых была очень интересна, поскольку она отражает такой переходный период в стране, и это совершенно новое поколение пишущих людей, которые выросли после перестройки, у них своеобразное сознание, и все это отражается в текстах. И очень долго ждала, когда же на Кавказе появится новый писатель, не обязательно молодой, но какое-то новое имя, которое отразит художественно, переосмыслит те процессы, по-моему, безумно интересные, которые сейчас на Кавказе происходят. И социальные, и религиозные, и какие угодно. Но такой писатель, к сожалению, никак не появлялся, поэтому это было года четыре назад, я села и придумала такого писателя сама, даже дала ему имя. Это был писатель по имени Гула Херачев, такой мужской псевдоним я себе тогда взяла. Написала я повесть «Салам тебе, долгат». Это был мой первый текст в прозе, и повествовал он об одном дне молодого махачкалинца. Когда я написала эту повесть, отправила ее на конкурс литературной премии «Дебют» для молодых авторов. На тот момент возрастной ценз премии составлял 25 лет. И вот мой герой под именем Гула Херачев попал с этой повестью сначала в лонглист, потом в шортлист премии. Сразу о повести заговорили, она вызвала большой интерес в среде как московских журналистов, так и дагестанских. Московским журналистам было очень любопытно узнать, что же творится на Кавказе за такой вот информационной стеной, услышать голос изнутри. И они очень ждали этого самородка, который должен был приехать в Москву на вручение премии и увидеть его своими глазами. А кавказские журналисты, они, разумеется, сразу начали гадать, кто же это такой в их среде, кто это надел маску, кто это прячется, пытались найти его. И я в этой мистификации активно участвовала на протяжении нескольких месяцев, скрывалась под маской в ICQ и в электронной почте, давала интервью под именем этого молодого человека, в общем, наломала много дров. И вот во время презентации, наконец, моя персона была изобличена, когда мне пришлось выйти на сцену и получать премию. Естественно, все увидели, что это, во-первых, не мужчина, во-вторых, человек, который уже несколько лет живет в Москве. Расскажите, пожалуйста, о чем ваша новая книга? Прошлой осенью, в 2012 году, вышла моя вторая книга в издательстве АСТ. Это уже роман, первый мой роман, и называется он «Праздничная гора». Повествует он о гипотетическом отделении Кавказа от России. Сценарий, который обсуждается сейчас практически всеми. От либералов до националистов, от простых людей до каких-то философов и политиков. Но меня этот сценарий интересует, в первую очередь, как такой технический прием писательский. В общем-то, роман не о политике, не об отделении даже, а о мелких судебах многих людей. Там очень много персонажей. Все они движутся, все они спорят, выходят на митинги, женятся, умирают. И в этом тексте я пытаюсь играть с языком, включая туда какие-то стилизации, пародии. В общем, я думаю, что, я надеюсь, что эта книга будет интересна абсолютно всем. Причем в том числе людям, которые не живут на Кавказе, никогда там не были, и которым просто интересно подумать о том, что происходит с маленькими уникальными культурами в современном мире, которые оказываются на пересечении разных видов глобализации. Как западной глобализации, причем в таком дешевом и примитивном изводе, так и восточной глобализации в форме каких-то очень поверхностных форм ислама. Причем в таком дешевом и примитивном изводе.